Библейский портал экзегет.ру представляет Вот несколько всего таких псалмов, где описана конкретная ситуация в жизни Давида. И Давид здесь назван как автор. Обратим внимание, что сложено Давидом. Это не то же, что на многих других псалмах песнь Давида. Там, может быть, Давидова в стиле Давида, посвященная Давиду. А здесь вот Давид как автор указан. И он скрывался от царя Саула, когда еще он не пришел к власти, хотя уже был избран Богом, и скрылся в одном небольшом городке Изив. Тогда его жители донесли Саулу. В общем-то, не очень они его и предали, потому что они ему никакой присяги верности не давали. Просто некрасиво поступили. Выдавать изгнанника, пленника, беженца, его преследователям, ну, очень некрасиво. А для него это смертельная опасность. Давайте прочитаем псалмом совсем краткий. «Боже, спаси меня именем Твоим, разреши мою тяжбу силой Твоей. Боже, молитву мою услышь, внемли слова мост моих. Чужаки враждуют со мной, жестокие хотят убить меня. От Бога они отвернулись». Музыка. «Но Бог помогает мне, Господь поддержал мою жизнь, Он отплатит моим врагам за зло. Яви верность свою, истреби их. Я принесу Тебе жертву, Господи, воспою Твое имя благое. Ты избавил меня от всех бед, торжествуя, гляжу на врагов». Краткий такой псалом, и все понятно, да, у меня, Господи, все плохо, помоги мне, я уверен, что ты это сделаешь. Да, краткое содержание. Но что интересно, предыдущий псалом, он гораздо более в этом смысле впечатляет. Он идет от «негодяя, уверен Бога, нет, никто не творит добра», к «когда возвратит Бог свой народ из плена, будет веселье Израиля». То есть начинается с отчаяния, все плохо, заканчивается радостью, и это псалом такой солидарности. Давид говорит о том, что все плохо, и он хочет, чтобы изменилась жизнь его народа. А здесь его народ же его и выдает. Вот пока у него был какой-то перерыв, сидел он, допустим, в этом городе Зиф и думал, может, не найдет меня Саул. Мог предаваться таким размышлениям об испорченности человеческой природы. Когда вот уже подошло к горлу, когда вот Саул уже по пятам идет, надо срочно молиться о том, чтобы пришла помощь от Господа. Что он и делает. Ну, бывает и так, и так. Вот, когда тебя за горло хватает, действительно важно сорвать эту удавку с горла, да. И молитва, она такая очень личная, она очень такая про себя, да. А когда время поспокойнее, посвободнее, можно подумать о том, как устроено человечество, о том, как устроен народ. Псалтирь есть и то, и другое. Ну, и еще, еще раз отметим, что Давид говорит, не я всех убью. Люди часто говорят подобные вещи. Я самый крутой, или мы самые крутые, там, наша армия, наша страна и так далее. Он говорит, я никто, Господи, но ты можешь это сделать, да. То есть, отмщение он передает в руки Господа. И эта же тема будет продолжена в таком более длинном и изящном 54-м псалме. Субтитры создавал DimaTorzok